Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Мне попался желудочно-кишечный тракт, и я могу сказать, что заболеваемость и смертность достаточно высокая после рака легкого и рака молочной железы. Но успехи иммунотерапии при этих локализациях несколько скромнее, чем при раке легкого, например, или меланоме. На самом деле здесь более скромная ситуация. Но мы очень много сегодня говорили о предиктивных и прогностических маркерах при иммунотерапии. Есть и ПДЛ, в первую очередь на опухолевых клетках, есть ЦПС, это индекс коэффициент экспрессии ПДЛ на опухолевых и на иммунных клетках, и сейчас это достаточно часто используется. Есть мутационная нагрузка и считается гипермутацией, например, при колоректальном раке, когда больше 12 мутаций на мегабазу. Но для опухоли желудочно-кишечного тракта, помимо всего этого, большое значение имеет нарушение системы репарации ДНК. Это то, что мы говорим, микросселитная нестабильность. Что это такое? В общем-то, наши иммуногистохимики или молекулярные генетики, потому что эти данные могут определяться как молекулярно-генетические ПЦР-реакции, так и иммуногистохимические. Они, по сути, через черточку пишут один показатель и другой при положительности, когда вот это представляет собой утрату функции системы репарации ДНК, играющую ключевую роль в поддержке стабильности генома. То есть для того, чтобы геном был стабильный, когда ДНК начинает восстанавливаться, должны быть белки. Белки встраиваются в ДНК, происходит репарация, если вдруг произошли какие-то нарушения. Что происходит, когда происходит утрата экспрессии одного из белков? Нарушается система репарации ДНК и уходит стабильность генома, и возникает развитие микросселитной нестабильности. По сути, микросселитная нестабильность – это исход утраты экспрессии одного или более протеинов, которые указаны здесь. Таким образом, в общем-то, МСА – это исход того, что произошло с нарушением экспрессии одного или более протеинов. Поэтому, ну, как бы человеку нет белков в крови, человек хочет есть. Вот примерный хочет есть – это МСА положительно, а нет белков – это, понятна, утрата белков. То есть это одно из другого вытекает. Как я уже сказала, определяться может двумя методами. И, в общем-то, для обхлежелудочно-кишечного тракта это достаточно актуально на сегодняшний день. Потому что, в принципе, вот такая распространенность фенотипа микросселитной нестабильности, он как при ранних стадиях, так и при поздних стадиях различных злокачественных наобразований. Больше всего, конечно, он изучен при колоректальной аденокарциноме, хотя, в общем-то, он проявляется и при раке желудка, и при раке, например, тонкой кишки и так далее. Но больше всего при раке эндометрия. Если говорить про колоректальный рак, то где-то примерно 15% характеризуются на ранних стадиях. Это первая, вторая, третья, то есть операбельные. И где-то примерно 4% метастатического колоректального рака характеризуются этими нарушениями. Ну, если это спорадический колоректальный рак, то есть это приобретенное, то, как я уже сказала, что это примерно 10-15% от случаев спорадического. Редко встречается при раке прямой кишки, это чаще всего ободочная кишка. Четкие клинико-морфологические особенности. И очень часто присутствует, сочетается мутация Бераф. Если же это синдром Линч, мы знаем первого типа, второго типа. Встречается приблизительно в 3% всего колоректального рака в рамках синдрома Линча. И вызвана мутация вот этих генов. И, в общем-то, если синдром Линч есть, то это высокий риск развития колоректального рака. Почему мы об этом говорим при опухоли желудочно-кишечном тракте и, впрочем, при колоректальном раке? Потому что этот показатель имеет как прогностический фактор для раннего рака, колоректального рака. Это всегда прогностически благоприятный прогноз. И при этом мы знаем, что это негативное прогностическое воздействие при метистатическом колоректальном раке. И предиктивный. Если у пациента есть МСА-положительность, то есть есть микростелитная нестабильность, то эти больные практически не отвечают на лекарственную противоопухолевую терапию. И чаще всего они нечувствительны к второперимидинам и локсатину. И лишь небольшая их чувствительность есть к аринотыкану. То есть те больные, которые МСА-положительны, они требуют некого другого подхода. Если посмотреть вот это исследование, вернее, этот анализ, который привел к тому, что МСА-положительные опухоли желудочно-кишечного тракта должны подвергаться иммунотерапии, это ряд исследований, которые были оценены в сочетании, было оказано, было выделено, что оценены клинические данные в 14 видах опухоли с точки зрения микростелитной нестабильности. Оказалось, что колоректальный рак где-то 32%. Вернее, при колоректальном раке у 90 больных, которые были включены исследования, 32% частичных регрессов, не колоректальный рак – 36%. И когда посмотрели выделение МСА-положительных опухолей, то оказалось, что те, у кого была микростелитная нестабильность, частота объективного ответа была гораздо выше, чем у тех больных, у которых не было выявлено микростелитной нестабильности. На сегодняшний день, в общем-то, это является основанием назначения иммунотерапии у больных опухоли желудочно-кишечного тракта. И то, что касается адювантной иммунотерапии, обоснования использования, но на сегодняшний день пока у нас нет таких рекомендаций, но это обоснование определено ретроспективным пересмотром исследования МЭЙДЖИК и исследования Классик Трайл, когда было показано, что те больные, у которых была положительная микростелитная нестабильность, в сочетании химиотерапии с операцией, эти больные жили гораздо хуже, чем если бы эти больные жили просто с операцией. То есть больные с МСА и положительным раком, химиотерапия раннего рака, она даже ухудшает ситуацию, этих больных достаточно лечить или хирургически, или добавлять иммунотерапию. И на сегодняшний день МСА это, в общем-то, признано важным предиктивным биомаркером для использования чекпоинга гибиторов при опухоли желудочно-кишечного тракта. Это очень такой важный показатель, который больным опухоли желудочно-кишечного тракта нужно определять всем. И следующее, о котором бы я хотела сказать, это вирус Эпштейна-Бара в опухоли, и в частности, это рак желудка. Отмечена высокая экспрессия ПДЛ при положительном статусе Эпштейна-Бара. И, в общем-то, при раке желудка, если мы определяем статус Эпштейна-Бара, нужно обязательно смотреть ПДЛ, потому что эти больные могут иметь высокий его уровень, а значит и отвечать на лекарственную терапию в виде иммунотерапии. И считается, что если у больного есть и статус ПДЛ, и есть ЭБВ, то, в общем-то, может быть высокая иммуноэффективность чекпоинта-ингибиторов. Морфологически они отличаются выраженной инфильтрацией иммунных клеток, и такие больные при раке желудка встречаются где-то примерно 10%. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни одно исследование чекпоинта-ингибиторов при раке желудка не анализировало эффективность в этой группе. И на самом деле сейчас идут исследования, которые, возможно, подтвердят эту гипотезу, но сейчас уже вирус Эпштейна-Бара при раке желудка стараются определять для того, чтобы определить тактически дальнейшее лечение. Взаимосвязь маркеров при раке желудка, при опухоли желудочно-кишечного тракта отмечена, что когда больные, конечно, имеют, например, при раке желудка вирус Эпштейна-Бара, МСИ положительную высокую мутационную нагрузку, и если вычесть больных с МСИ положительной Эпштейн-Бара, мутационная нагрузка менее значима для эффективности иммунотерапии. Это такой маркер, так скажем, на него уповать, особенно в каких-то рамках практического здравоохранения, я вот, например, считаю, что особенно для опухоли желудочно-кишечного тракта не нужно. И очень хороший метаанализ был проведен, два метаанализа было, один на 11, больше 11 тысяч различных опухолей смотрели, из них колоректального рака 1395, и рак желудка 581, это другое исследование, было показано, что если есть микросцелитная нестабильность, то есть высокая мутационная нагрузка всегда. Но если есть мутационная нагрузка, но при этом не всегда есть МСИ положительность, есть микросцелитная нестабильность. Кроме того, больные, которые имеют микросцелитную нестабильность, они всегда могут быть эпиделиотрицательными. Мы всегда говорим, что МСИ положительный, значит, соответственно, эпидели положительные нет. И анализ одного наркора эпидели, он, в общем-то, не информативен для опухоли желудочно-кишечного тракта. Поэтому если мы делаем МСИ, то мы должны все-таки сделать эпидели. Но все-таки мутационная нагрузка без этих двух показателей, она, в общем, наверное, не очень информативна. То, что касается, я, в общем, сначала не колоректальный рак освещу, а потом уже колоректальный рак. Рак пищевода. Здесь не очень можно, так скажем, порадоваться каким-то большим успехом. Но один из успехов – это исследование пембролизумаба в третьей и последующей линии. Использование пембролизумаба у этой категории больных дало возможность получить эффективность в зависимости от плоскоклеточной литоаденокарцинома, более эффективно, и в зависимости от ПДЛ. Но, смотрите, если ПДЛ даже высокая, несмотря на это, смотрите, здесь все равно идет где-то половина, четверть больных, нет преимущества в проведении иммунотерапии. Но есть какая-то группа пациентов, которая очень активно отвечает. И, возможно, такие пациенты, вот их нужно выводить из этой группы, из общей группы, которая дает показатели выживаемости. Но при этом, смотрите, это опухоль пищевода. Медиана выживаемости достаточно прилична. Это третья и последующие линии. В общем-то, мы о третьей линии при раке пищевода и не говорим. Исследование аттракцион-1 – это неволумаб против плацебо. Здесь, в общем-то, вторая линия и последующие. Были отмечены даже полные ответы, частичные ответы. И, на самом деле, это исследование показало, посмотрите, медиану выживаемости. А однолетнюю, 45, то есть половина больных, жили где-то один год. Но исследование было сделано на азиатской популяции. И на сегодняшний день в программу, так скажем, рекомендаций еще не вошло. Есть много исследований. Я здесь привела несколько. В общем-то, которые на сегодняшний день идут. И мы ждем их результатов для того, чтобы определиться раком пищевода. И вот на 2019 год НССН предлагает гайдлайнс – это использование пембролизумаба для тех больных, которые имеют положительный статус МСА и, соответственно, больные, которые могут получать третью и последующую линию УПДЛ-позитивного рака пищевода. В Российской Федерации опция не зарегистрирована. Следующий – это рак желудка. Следующий – исследование пембролизумаба против поклитоксела в качестве второй линии. Здесь примерно та же самая аналогия, что мы при некоторых опухолях. Вот мы, например, при раке легкого это не всегда видим, а вот, например, при раке почки видим, при раке мочевого пузыря, и, в частности, при раке желудка, когда назначение иммунотерапии ухудшает ситуацию. Смотрите, если у больных ЦПС, то есть соотношение ПДЛ на опухолевых и иммунных клетках меньше единицы, то химиотерапия у этих больных лучше, чем иммунотерапия. Если же ЦПС больше 1, то здесь часть больных выигрывает от химиотерапии, а часть больных выигрывает от иммунотерапии. И те, которые имеют ЦПС больше 10, то есть ПДЛ нужно обязательно определять на опухолевых и иммунных клетках, вот здесь есть расхождение кривых и есть значимость назначения уже иммунотерапии. Поэтому, в принципе, если смотреть общую группу, то да, пембролизумаб не увеличивает значимую общую выживаемость, но если мы выделим группу с ЦПС больше 10, то тогда, соответственно, эти больные будут лучше отвечать на иммунотерапию. Исследование КИНОТ 0,59, при этом частота объективного ответа, посмотрите, есть полный регресс, это вторая, третья линия, полный регресс, частичная стабилизация, и при этом контроль над заболеванием 27, но это в общей группе. Но если мы рассмотрим это в зависимости от МСА и в зависимости от ПДЛ, посмотрите, какие цифры, 16% частичного регресса, и если МСА статус положительный, немного таких было больных в этом исследовании, смотрите, 57,1%, то есть из 7-6 ответили на лечение. И контроль заболевания точно так же. Поэтому если больные раком желудка, мы хотим использовать иммунотерапию, то нужно смотреть обязательно уровень ПДЛ, ЦПС и обязательно смотреть МСА и статус. Мы только таким можем образом выделить тех больных, которые будут отвечать на лечение, на иммунотерапию рака желудка. И тоже азиатская популяция, хорошие результаты использования неволумаба в монорежиме, также отвечают и при ПДЛ отрицательным, ПДЛ положительным, но при этом эта азиатская популяция на сегодняшний день пока не зарегистрированная в Европе и в Америке. Исследование Живелин – это исследование монотерапии авилумаба против химиотерапии в качестве третьей линии и более. Здесь показано несколько даже проигрышных исследований было для использования чекпоэта ингибиторов в лечении рака желудка в третьей и последующих линии. Хорошие результаты показали комбинацию неволумаба и пелемумаба пациентам раком желудка. Это было европейское и американское исследование. Здесь в исследовании включались больные, которые получали химиотерапию уже в первой линии, и дальше была иммунотерапия в последующих линиях. 160 больных. Одна группа больных получала неволумаб, другая – комбинацию, но при этом меньшая доза неволумаба, а вторая группа наоборот – терапевтическую дозу неволумаба и пелемумаб был снижен в дозе. И, соответственно, были определены исследования, эффективность была в зависимости подсчитана от PDL и MCA статуса, и было показано, что сам в монорежиме неволумаб достаточно высокоэффективен, но самая высокую эффективность показала комбинация НИВа в небольшой дозе 1 мг и ипелемумаб в дозе 3 мг. Это было практически 50 пациентов. 40% была частичная регрессия – это вторая и последующая линия. У больных, у которых был PDL больше одного, и, соответственно, общая выживаемость была тоже выше. Но вот посмотрите, здесь, конечно, очень маленькое количество пациентов, всего 2 были MCA положительные, но из 2 у 1 общая выживаемость была больше 12 месяцев, и частичный регресс у 1 больного был больше 1 больного из 2. Конечно, маленькая когорта, но, в общем, по большому счету это тоже определяет. И все больные, у которых есть MCA положительность, посмотрите, они все по сравнению те, которые отрицательные, в группе монотерапии, в группе комбинированной терапии, выше в 2 раза, чем если больные не имеют MCA положительность. Использование в качестве первой линии иммунотерапии в сочетании со стандартной химиотерапией, основанной на платине 5-террацила, тоже дает у тех больных, которые имеют PDL+, так называемый, да, там было немного больных, но, посмотрите, разница в чистоте объективного ответа, по сути, в 2 раза, и полный ответ тоже выше. Таким образом, на сегодняшний день при раке желудка, пембролизумаб, опять же, при той ситуации, если любая есть опухоль, опухолево-желудочно-кишечного тракта, а рак желудка туда относится, МСА положительный, использование пембролизумаба, и в качестве третьей и последней щеления, если есть положительная, позитивная аденокарцинома рака желудка. Гептоцеллюлярный рак, ну, мы знаем, что первая линия и вторая линии вообще при гептоцеллюлярном раке революцию, в общем-то, сделали ингибиторы тирозинкиназ, но очень большую, хорошую липту внесли сюда чекпоид ингибиторы, и на сегодняшний день есть их присутствие в гайдлайнзе 2019 года, это как неволумаб, так и пембролизумаб, в качестве второй линии после использования уже ингибиторов тирозинкиназа, в частности, серафенимба, который является золотым стандартом. Я очень быстро покажу графики, выживаемость без прогрессирования у больных была, в общем-то, достаточно приличная для этой категории больных, 28% прожили полгода, год, одногодичную выживаемость перешагнули, и больные, которые 54% жили больше года. И те больные, у которых был ЦПС+, то есть именно коэффициент, то они достаточно чаще имели полные или частичные регрессы. Сейчас, на сегодняшний день, рассматриваются комбинированные подходы лечения гепцеллюлярного рака, и очень много исследований, когда чекпоид ингибиторы сочетаются с ингибиторами тирозинкиназа, мы знаем, что это есть подход не только при гепцеллюлярном раке, но, например, при раке почки. Но вот у нас, например, есть свой личный опыт использования пембролизумабу с линвотинибом, вот такая токсичность кожная, но когда отменили линвотиниб, то, в общем-то, у больной был регресс после симптоматической терапии и продолжение только пембролизумабу. Поэтому комбинации, которых мы, в общем, уповаем на то, что они будут очень эффективны, наверное, нужно будет смотреть вот этот спектр токсичности у этих пациентов. Колоректальный рак. При колоректальном раке на сегодняшний день современная парадигма заключается в том, что мы знаем, что метастатический колоректальный рак это резектабельный или нерезектабельный, если нерезектабельный, мы определяем химиотерапию в зависимости от таргета и так далее, смотрим мутации. На сегодняшний день ССН рекомендует неволумаб или неволумаб плюс эпилюмумаб или пембролизумаб в качестве второй-третьей линии терапии у пациентов с распространенным или метастатическим МСИ положительным колоректальным раком, которым показана интенсивная терапия, в качестве первой линии терапии пациентам с распространенным или метастатическим раком, которым не показана интенсивная терапия. То есть на сегодняшний день в гайдлайнс введены ингибиторы чекпоинт, у меня не хватает времени, я пробегаю это все, и хочу показать новые тенденции. То есть на сегодняшний день препараты зарегистрированы, и вот я бы хотела как раз показать то, что нам показал Константин Константинович, это неодювантная терапия, использование комбинации неволамба и эпилюмумаба. Больным, которым сделали и определили, что у них есть опухоль, кишки, им сделали в течение 6 недель, использовали комбинацию, получили, посмотрите, практически 80% полных патоморфологических регрессов против тех больных, у которых это не делали. Но это были все МСИ-положительные больные. Поэтому, если мы видим некую перспективу иммунотерапии, сегодняшние исследования говорят о том, ну и, естественно, вот комбинация ингибиторов тиразинкиназа, мы знаем, что реграфинип зарегистрирован как третья линия при колоректальном раке, и использование его сейчас изучается с неволувамом в первой фазе, и частота объективных ответов гораздо выше, чем от комбинации. И на сегодняшний день, с точки зрения, если мы видим перспективу использования чекпоинта ингибиторов у больных опухолем желудочно-кишечного тракта, и в частности колоректального рака, то у этих больных наряду с ПДЛ нужно определять обязательно МСИ, потому что он определяет не только прогностические вещи, но и предиктивные для использования чекпоинта ингибиторов. Таким образом, конечно, иммуно-онкологические препараты являются перспективными направлениями в лечении различных опухолей ЖКТ, продолжается изучение предиктивных и прогностических маркеров, которые бы повысили эффективность лечения. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день уже определена роль потенциальных маркеров, которые мы должны использовать в нашей, так скажем, повседневной практике. Спасибо. Спасибо большое, Рашидов Ахидовна, за такой содержательный доклад. Вопросы? Да, Григорий Александрович. Спасибо, Рашидов Ахидовна, за доклад. Вот у меня следующий вопрос. Вот уже исследования при второй-третьей стадии колоректального рака, рака желудка показали, что ММР-дефицитный рак, он, собственно, химиотерапией не просто бесполезен, но вредит. Вредит даже, да. В вашем докладе, ну, собственно, и во многих других исследованиях проскальзывает такая информация, что четвертая стадия колоректального рака, ММР-дефицитная, МСА-нестабильная, она якобы прогностически неблагоприятная. Но я не нашел ни одного исследования, которое сравнило бы, которое химиотерапия назначается этим пациентам, и которое не назначается, всем назначается. Так не создаем ли мы сами эту прогностическую неблагоприятную группу, назначая химиотерапию при четвертой стадии? Спасибо, Георгий Александрович. Ну, во-первых, я могу вам сказать, что исследования формируются, так скажем, от стенки. Поэтому вот я сейчас, когда изучаешь вот этот вопрос, и когда из исследований за исследованием получаешь, ну, мы практически не пропускаем ни одного больного колоректальному раку, который назначаем МСА, потому что раньше этого не было. Вот те исследования, о которых вы говорите, ну, всегда начинают исследования с какой линии. Первая была зарегистрирована, был золотой стандарт химиотерапии. И потом назначали иммунотерапию. Да, конечно, мы точно так же работали. Мы сначала назначали химиотерапию. МСА вообще не смотрели, нам для этого ничего не надо было. Мы просто назначали химиотерапию. Сейчас, я думаю, что вы абсолютно правы. Нам нужно выделять эту группу. Мы иначе искусственно создаем неблагоприятную группу. Поэтому она благоприятна с точки зрения даже, но иммуно... То есть она сама по себе неблагоприятна. Но я вот, например, всегда считала, что МСА положительное, и плюс еще Керас, НРАС, дикий тип, это прям замечательно. Но при этом, если есть Бераф, мутация, то эти больные становятся очень агрессивными, несмотря на МСА. Но если мы даже выделим такого больного, и назначим иммунотерапию, а не химиотерапию, то этот больной будет более благоприятный. Поэтому вы на самом деле правы, вы изучили все эти работы. На самом деле вы абсолютно правы. Работ таких, чтобы проанализировать глобально, их нет. И никто не оценивал, абсолютно верно, никто не оценивал возможность использования химиотерапии у больных в зависимости от МСА. Это на самом деле так. Но я просто вот, учитывая, что я докладываю эту тему, мне бы хотелось как раз довести до аудитории, что и мы это можем сейчас делать в практическом здравоохранении, совершенно спокойно, это использование этих показателей, как МСА для больных опытов желудочно-кишечного тракта, и в соответствии, и, соответственно, с ПДЛ. Потому что на самом деле при раке желудка, даже показанной, мы с вами это обсуждали, что если у больного есть МСА положительный рак желудка, а ему требуется одевантная терапия, по данным гайдлайнсов, то лучше ее не делать. Это будет гораздо хуже, чем если просто ее не делать, или уже тогда делать иммунотерапию. Но нигде в гайдлайнсах это еще пока нет. Мы не можем в практическом здравоохранении сказать, нет, давайте этому человеку делать иммунотерапию. Но, возможно, если мы ему сделаем МСА, и мы ему сделаем ПДЛ, и, возможно, консилию мы можем назначить, предположим, какая-то молодая женщина, предположим, и, может быть, рассмотреть вопрос об одевантном лечении иммунотерапии. Хотя на сегодняшний день об этом никто с точки зрения практического здравоохранения вообще не говорит. Но мы идем, у нас, посмотрите, у нас с каждым днем все больше и больше знаний по этому поводу. Поэтому я с вами согласна, исследований не было, но да, мы искусственно, совершенно верно. Я абсолютно с вами согласна. Субтитры создавал DimaTorzok